Добрый день! В эфире Рябунг ТВ и гость нашей телепередачи Асель Урозаева, жена посла Казахстана в Армении. Добрый день, Асель! Спасибо, что приняли наше приглашение. Рада видеть вас в нашей студии. Добрый день, Зара! Спасибо большое за приглашение. Буду рада поделиться. Асель, вы уже в Армении больше трех лет. Этого достаточно, чтобы узнать страну, людей и традиции. Изменилось ли первое впечатление о стране? Хочу сказать, что три с половиной года уже пролетели как один миг. И самые первые впечатления мои, они так и сохранились. Вот о Ереване, как о таком уютном, приветливом городе. Он нас сразу принял. И, конечно же, климат относительно нашей столицы. Вот. И добрая атмосфера города, приятный, гостеприимный армянский народ. Все это очень так окружило нас. И мы прям, ну, как купаемся в этой, в этом ощущении. Вот. И самое главное, что за эти годы у нас появилось много друзей в дипломатическом корпусе, вот среди местных жителей. И мы теперь вот будем богаты нашими друзьями. Вы много где уже успели побывать в Армении. Что на вас больше всего произвело впечатление? Где бы вы еще хотели побывать? В Армении действительно мы посетили много исторических, культурных мест. И когда приезжают наши друзья, мы, конечно же, возим их по главным таким точкам. Гарники-Гард, Сиван, Цахкадзор, Джермук, Татеф. Это, я считаю, главные визитные карточки. И каждый раз, посещая их, я не устаю восхищаться и атмосферой, и энергетикой, самое главное, этих мест. Но хотела бы отметить, вот из последних посещений мы ездили в Аштаракскую область. Часовня, находящаяся в природной пещере у подножья горы Ара, она называется Цахкаванг. Цахкаванг, необыкновенное место. Вот оно действительно оставило какие-то глубокие такие воспоминания у меня. И, ну, такую вот древность. И действительно это духовное место. То есть я советую всем посетить. Ну, у меня еще есть планы посетить юг Армении. Наверное, все-таки это ближе к весне. Насладиться таким интересным горным рельефом и цветением различных трав, цветов. Очень хочется. Хотя еще, конечно, только зима нагрешенная пришла. А комфортно ли вы себя чувствуете в армянской культурной среде? И, на ваш взгляд, между армянами и казахами больше различий или общих черт? В армянской среде чувствую себя комфортно. Потому что считаю, что у нас общие исторические есть корни. У нас есть такое восточное представление о жизни, менталитет. То есть наше восприятие жизни, считаю, очень схожими. И мне здесь действительно комфортно. Единственное, что немножечко незнание языка в совершенстве. То есть все мои попытки за три с половиной года изучить язык, он, конечно, не хватает его. Но так как все население Армении спокойно говорит на русском языке, конечно же, это не представляет никакой проблемы. И с детьми мы посещаем абсолютно все кинотеатры, театры, выставки. И абсолютно спокойно общаемся. То есть в плане общения, в плане, как сказать, спокойного такого восприятия у меня нет никаких проблем. Ну вот армянский язык вы сказали, стали изучать. Немножко получилось что-то? Армянский язык, да, мы изучаем в рамках ассоциации «Добро пожаловать в Армению» при Мидии Армении. Каждый раз мы приходим, и так как приезжает у нас дипломатический корпус, часто сменяется. Каждый раз приходят новые, новые дипломаты. И, честно сказать, вот рывка в обучении не происходит, потому что мы все время отходим назад, подтягиваем в прибывших. Но это и правильно. Иначе, не оказав им поддержки, они уйдут. Но для себя я могу сказать, что я могу прочесть любые надписи, так как алфавит я выучила. Единственное, что у меня не хватает словарного запаса. Но я думаю, что это можно тоже потихоньку нагнать. Если еще побудете поживете в Армении, я смогу уже читать. Вы сказали, что вы посещаете театры с детьми, знаю, что активно участвуете в культурной жизни. Насколько, на ваш взгляд, культурная жизнь Еревана, она достаточно ли активна, интересно ли вам? Для нашей семьи очень даже активна. Мы стараемся с супругом посетить все премьеры, которые проходят в театре оперы Станиславского. И с детьми посещаем и кукольные театры. То есть даже для детей я не выбираю только постановку на русском языке. Вот мы ходили в театр имени Туманяна на «Красную шапочку», «Кармир Глхарг». И детям, понятно, все языком жестов. Но в Станиславского мы посетили все утренние спектакли для детей на русском языке. Особенно мне вот в том году запомнился балет Чиполлина, который был создан для детей. И, честно скажу, мы с детьми, не отрываясь, просмотрели всю постановку. И считаю это очень правильным. С такого юного возраста прививать вкус вот к такому искусству высокому. И с удовольствием жду новых постановок всегда, посещаю их. И с супругом мы посещаем все концертные выступления, выставки, которые проходят не только подготовленные нашим дипломатическим корпусом, но и государственными органами. Честно сказать, я считаю армянскую, именно ереванскую культурную жизнь насыщенной. Я еще знаю, что вы увлекаетесь кулинарией. Готовите ли блюда армянской кухни и насколько вам нравится армянская кухня? Да, кулинария – это мое любимое хобби. Я всегда обращаю внимание на блюда, которые вижу. И, честно сказать, восхищена разнообразием армянских блюд, потому что использование такого большого разнообразия трав, каких-то специй, и все это в красивой подаче, меня это очень и радует. И я коплю эти рецепты, накапливаю их. Особенно не перестаю восхищаться сухофруктами. Каждый раз, когда к нам приезжают гости, я их специально вожу на рынок армянский, чтобы увидели, какая идет подача. Потому что именно подача блюда, как правило, имеет 90% успеха. Первое мы же смотрим глазами. Армянские блюда в рамках мастер-классов, которые были для дип-корпуса, и мы делали для сотрудников нашего посольства. Я научилась делать несколько армянских блюд, которые я даже уже сама практикую дома. Это вот спас, кюфту, толму, хапаму, пахлаву. Эти блюда уже в моей копилке, которые я обязательно буду с собой забирать, готовить дома. И для своих родственников летом я вот стараюсь уже. То есть здесь я, как казашка, когда еду домой, я стараюсь побольше им дать таких вот. Ну, чему я научилась здесь, угощаю их у себя дома. Наверное, для них это новые блюда, да? Наверное, да, да, конечно, это новые блюда. И в первую очередь я начала со скатерти. Для нас понятие вот стол, накрытый с едой, это дастархан. Но и сама скатерть называется дастархан. И всем своим родственникам я подарила дастарханы в классическом армянском орнаменте. И они теперь у нас все видят каждый день перед собой такой красивый, богатый орнамент. Я думаю, что... Повезду частичку Армении в Казахстан. Обязательно, обязательно. Мы из каждой страны, мы же набираемся, мы как губки набираем. И становимся только богаче от этого. То есть здесь мы делимся казахской культурой, но в то же самое время мы вбираем себя. Вот мы, предыдущая наша поездка была в Болгарию. Ну, только прекрасные воспоминания, только хороший опыт получен. Также сейчас я говорю об Армении. То есть то, чему я научилась здесь, это, конечно, не пройдет бесследно. Ну вот мы поговорили о кухне, и сейчас подходит Новый год. Вы знаете, как армяне любят отмечать Новый год. Интересно, как в Казахстане отмечают? Похож ли вот этот способ отмечания? Тоже так вот накрываются столы? Очень похожи. Что готовят? В плане того, что накрываются полные до старханы еды, собирается вся семья, очень похоже. Это елка, это дети, это обязательная встреча всех родственников за единым столом. Может быть, небольшая только разница есть в блюдах. Вот хотела отметить, что на праздновании нашего весеннего Нового года, на Урыс, мы провели такой незримый обзор блюд, которые похожи между армянской и казахской кухней. Вот, например, казахские манты и армянские манты. И мы предложили нашим блюдам манты двух видов. Например, на Урыскожи и Спас. Они очень близки. Хапама, нет, Пахинц и Жент. Потом, какое же еще блюдо было? И еще несколько блюд в приготовлении хлеба. Это очень интересно. То есть, вот, они очень близки, может быть, чуть-чуть исполнение разное. Но это доказывает, что вот между нашими народами очень много общего. И вот за новогодним столом, конечно же, наши женщины готовят национальные, наше главное блюдо – это бешпармак. Вот. И традиционно мы любим запекать гуся или утку. И здесь, в Армении, я тоже это делаю, продолжаю делать. Но меня всегда радует, когда я вижу традиционные армянские столы. Потому что я, говорю, очень интересуюсь всегда, как это происходит. А ваша семья в этом году как будет отмечать Новый год в Армении или поедете в Казахстан? Мы будем отмечать в Армении, да. Находясь в загранкомандировках, мы всегда отмечаем Новый год в стране пребывания. И это будет уже наш четвертый Новый год. Мы проводим его в кругу семьи, с детьми. Но в отличие, наверное, что нас отличает, что мы отмечаем его по всем часовым поясам. Даже находясь в Казахстане, у нас западные города, они идут на час раньше от нашей столицы. И вот мы отмечаем по всем. То есть, как происходит у нас в Казахстане, потом в Российскую, потому что мы в Москве долго жили. Потом мы пьем за Ереван. В общем, мы весь вечер отмечаем Новый год. Да, очень интересно. А вот меня еще интересует, кто по специальности. Вот ведь жена посла – это тоже как особо дипломатический статус. И вы в связи с этим, наверное, и определенные обязанности имеете, участвуете в каких-то проектах. А никогда не хотелось заняться своей карьерой? По специальности я юрист-международник и также имею степень кандидата наук. Находясь дома, я всегда работаю, то есть я реализуюсь как специалист, создаю свою карьеру. Но так как я знаю, что я уже 20 лет замужем за дипломатом, и, конечно же, его карьера, она именно и состоит в том, что супруга должна поддерживать его, и у нас дети. И мы обязательно придерживаемся такого критерия, что мы едем вместе всегда. То есть семья, она независимо от какой страны, мы всегда как ячейка едем вместе. И моя забота – создать полностью уют, обустроить детей, найти им хорошие школы, увлечения, найти реализацию для меня самой. Потому что супруги дипломатов, они не просто сидят дома и ждут мужей. У нас активная здесь идет культурная жизнь, благотворительная деятельность. Мы очень много общаемся между собой. Честно сказать, у меня даже сейчас шире круг общения, можно сказать, со всем миром, чему я очень рада. И в Ереване за вот это время нашего пребывания посольство Казахстана провело 4 благотворительных базара. То есть приняло участие в 4 благотворительных базарах. Хочу выделить именно последний базар, потому что он был вот 30 ноября в комплексе Двин, который был организован ассоциацией «Добро пожаловать в Армению МИДа Армении» под патронажем супруги министра Ирины Гитханян. И в этом базаре уже приняло участие 13 посольств. Было очень много местных производителей, организаций крупных, других благотворительных. И на один день можно было окунуться в атмосферу, когда ты, переходя от стола к столу, ты как будто погружаешься в разные страны, потому что все женщины приготовили домашнюю кухню национальную. Мы этот базар готовим еще начиная с лета. То есть готовим те самые интересные сувениры, меню продумываем, какие-то ингредиенты привозим, продумываем, в какой одежде мы будем. То есть это такое интересное-интересное мероприятие. В этом году оно было интересно тем, что была очень интересная концертная программа с участием разных номеров, разных национальных таких вот исполнений. От, например, посольства Казахстана выступала выпускница нашей музыкальной школы. Она играла на национальном инструменте «Домбра», несколько таких старинных кюев. И самое главное, что люди, придя на этот праздник, они уносят какие-то интересные сувениры и участвуют в большой такой благотворительной акции. И самое главное для нас, чтобы все эти средства дошли до тех нужд, тех фондов, которые были выбраны, которые теперь будут целый год работать и помогать нуждающимся. То есть это ежегодная акция такая благотворительная? Ежегодная акция, она проходит во всем мире. Она очень активна у нас в Казахстане, в Астане. И скажу, что посольство Армении всегда принимает активное участие. И у них всегда очень много клиентов, ждут их. И это, конечно, такое действительно рождественское чудо, могу сказать. Ассель, у вас трое детей. Как они относятся к постоянным переездам? И хотят ли они тоже в дальнейшем заняться дипломатической работой? Или они видят себя в другой сфере? Ну, сказать, чтобы они уже определились со сферой, где они будут дальше, я не могу. Наш старший сын, он сейчас получает образование по IT-направлению. Но я не знаю, насколько это будет уже его профессией. А младшие дети, они только сейчас пошли в школу. Вот дочь учится, у нее есть музыкальные какие-то способности. Она учится в школе Чайковского и в общей школе. А младший сын пошел только в первый класс. Я хочу, чтобы наши дети, они, главное, получили хорошее образование и были счастливы. И нашли свой путь. Но будет ли это дипломатическая служба или какое-то другое, такого намерения нет помогать им и на чем-то настаивать. А то, что вот привыкли ли они к переездам, не могу сказать, что привыкли, потому что переезд — это всегда такой небольшой стресс. Но мы учим детей, что в любой стране хорошо, потому что мы рядом, в любой стране... Вообще, это просто отношение к жизни. Хорошо там, где я есть. И хорошо именно сейчас, где я живу. Вот сейчас наш второй дом — это Ереван. Мы относимся к нему как к действительно любимому, такому уютному дому. И мы едем в Ереван всегда как домой к себе. И поэтому в любой стране, я думаю, это именно твое внутреннее отношение. Нам, как потомкам намадов и дипломатов, конечно, психологически чуть легче адаптироваться. Мы знаем, что нам нужно ехать, вот это вот это сделать, несколько лет быть, потом вернуться, потом еще раз поехать. Но я думаю, что это хорошо для психики детей. Они более тогда такие подготовленные, можно сказать. Легче коммуницируют, быстрее адаптируются. Вот. Ну, есть свои сложности, но не буду об этом говорить. Вот мы поговорили о общих чертах и различиях между армянами и казахами. Интересно, вот какая казахская молодежь, ее пристрастие, к чему она больше стремится? В первую очередь получить независимость, создать карьеру или больше все-таки создать семью, обзавестись детьми? Ну, я, знаете, наверное, скажу, что вот именно казахстанская молодежь, она очень такая амбициозная. Большое внимание уделяется получению образования, знаний. Уже сейчас никто не боится поехать за рубеж, то есть к этому готовятся, дети об этом знают. Но это совершенно не мешает нашей молодежи создавать семьи. У нас достаточно рано, вот, ну, я не знаю, там, в сравнении, может быть, с мировыми или с европейскими странами, у нас достаточно рано создаются семьи, но даже в этих молодых семьях и мужья, и жены, и дети рождаются, но это не останавливает их развитие. Вот. 2019 год был объявлен Годом молодежи по инициативе нашего первого президента. И вот буквально позавчера наш президент, Касымжи Мартукаев, он как бы закрыл этот год, подведя итоги, сказал очень много хороших слов для молодежи, сколько было хорошего сделано. У нас большая программа открыта по поддержке жильем молодежи. Порядка 9 тысяч квартир было выдано молодежи буквально за минимальную арендную оплату. То есть очень много было грантов, порядка там 5 тысяч, и их доведут до 30 тысяч образовательных грантов. Большие такие возможности для открытия бизнеса, малого там, какого-то новых направлений. То есть мы очень сильно поддерживаем нашу молодежь, и сейчас самое главное создается такая большая программа для того, чтобы молодежь знала, куда обратиться, вот, в случае, если у них есть такие-таки желания. Продолживаешь ли ты образование за рубежом? Конечно, ты должен для этого потрудиться, поучиться, узнать, собрать какие-то документы. Но главное, что все это приветствуется и поддерживается государством. Ассель, а вот дипломатическая миссия в среднем длится 5 лет, насколько я знаю. И интересно, в каких еще странах вы бы хотели побывать? Какие страны представляют для вас интерес? Скажу честно, что нам не дается выбор, в какую страну вы поедете. То есть, но мы всегда, так же, как и наши предыдущие поездки и настоящая поездка, всегда с удовольствием открыты на любую страну. У меня нет каких-либо прям точных предпочтений. Я хотела бы здесь жить, здесь жить. Я уверена, что в любой стране можно найти что-то новое, интересное для себя. Самое главное — это общение. Потому что дипломаты, они, конечно, отрываются от своего какого-то общения, находясь у себя дома, конечно же, от родственников. И находясь вот этот небольшой промежуток времени за рубежом, мы очень быстро, у нас нет много времени, мы очень быстро налаживаем отношения внутри дипкорпуса, внутри интересных, интеллигентных людей страны пребывания. Очень стараемся потом поддерживать эти связи, даже когда мы покидаем эту страну. И я, честно скажу, любая страна очень заинтересует меня. Спасибо большое за интересное интервью. Так как у нас предновогодний эфир, я бы вас попросила обратиться с новогодними пожеланиями к нашим телезрителям. С удовольствием. Хочу поздравить всех телезрителей канала «Ира Вунг» с предстоящими новогодними рождественскими праздниками. Хочу, самое главное, пожелать мира, счастья, добра всем семьям, чтобы дети наши были счастливы, радовали нас, чтобы наши все столы да старханы были накрыты только по хорошим поводам, чтобы погода нас радовала, выпал снег в Ереване и создал нам настоящую рождественскую сказку. Желаю только всем мира, добра и благополучия. Спасибо. Спасибо вам большое.